Никакой конкретики нет, но ситуация не безнадежна. В Женеве прошли переговоры России и США по гарантиям безопасности. Они продолжались почти 8 часов. По итогам встречи стороны сделали ряд дежурных заявлений. Чего ждать дальше? Предложный, долгий, очень профессиональный. Сергей Рябков рассказал о диалоге с США в Женеве. Замглавы российского МИДа выступил перед журналистами по итогам семичасовой беседы с посланниками Вашингтона. По словам Рябкова, база для достижения договоренности по гарантиям безопасности существует, поиск баланса интересов возможен. Дипломат добавил, что попытки шантажировать и запугивать Россию неприемлемы и не дадут результата. Рябков призвал Запад не недооценивать риски военной конфронтации. Комментирует доцент МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Замминистр Рябков и заместитель госсекретаря Шерман говорили на чисто дипломатическом языке. По большому счету, какой-то конкретики в этих фразах мы не услышали. И, наверное, было бы наивно ожидать, что именно сегодня, даже после того, как стороны проработали порядка 8 часов, то есть целый рабочий день, но все равно сложно было ожидать, что по итогам этого диалога будут достигнуты какие-то конкретные договоренности. Но на это наталкивало то, что очень значительно отличаются позиции обеих сторон по тем вопросам, которые были озвучены в российском предложении, направленном в Соединенные Штаты Америки еще 17 декабря. Ну, мы знаем, что и до этого американская сторона устами и госсекретаря Блинкина говорила о том, что у них есть свои озабоченности, и они эти озабоченности выскажут как раз во время встречи 10 января, что по всей вероятности сегодня произошло. Николай Топорнин, доцент МГИМО и директор Центра европейской информации. По итогам контактов в Женеве выступила и глава американской делегации Уэнди Шерман. Замглавы Госдепартамента заявила, что США не позволят никому закрыть дверь НАТО для какой-либо страны. При этом в Вашингтоне открыты к взаимным лимитам по военным учениям и к договоренностям с Россией о неких мерах транспарентности. Шерман добавила, что обе делегации согласились с тем, что ядерную войну нельзя выиграть и она не должна быть развязана. Учитывая как бы дежурные реплики обоих переговорщиков, о конкретных итогах контактов говорить не приходится. А могли ли они быть вообще? Рассуждает руководитель Центра внешней политики России Института экономики РАН Борис Шмелев. В принципе, есть два вопроса, где могли бы договориться. Договоренность может быть достигнута по вопросам о сокращении военных учений вдоль границ России и НАТО. То есть сокращение объема участвующих военных, техники, заранее предупреждения, как это раньше было. Здесь можно договориться. Это второй вопрос. Можно достигнуть договоренности о неразвертывании ракет, которые бы доставали территорию России. Здесь американцы же заявили, что они не будут свои ракеты на Украине уже размещать. Это раз. И можно договориться о том, что мы, хотя очень сложно, мы не будем свои ракеты средней дальности, меньше дальности разворачивать в Калининграде, а они, чтобы не разворачивали их в Европе. А все остальное очень сложно договориться по всем остальным вопросам. Но я, в принципе, думаю, незадача этой встречи, чтобы достигнуть каких-то окончательных договоренностей. Здесь я через то, чтобы как-то сблизить позиции и, если что, продолжить переговоры, а затем уже в ходе переговоров на высшем уровне, как все это затвердить. Борис Шмелев, руководитель Центра внешней политики России, Института экономики РАН. По итогам переговоров замглавы российского МИДа высказался и на тему Украины, и, как выразился Рябков, у России нет никакого намерения вторгаться на Украину, и таким образом торговаться нечем. Дипломат выразил надежду, что ситуация на Украине изменится к лучшему. В МИДе ожидают, что Киев начнет осмысленную работу по взаимодействию с ДНР и ЛНР и будет соблюдать соглашение о прекращении огня. В Кремле Белый дом не планируют новых контактов Путина и Байдена. Пока нет планов по высшему уровню, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В последний раз лидеры России и США в течение 50 минут общались по телефону. 30 декабря за три недели до этого провели двухчасовую беседу по видеосвязи. Москва ждет от Вашингтона и НАТО юридические гарантии непродвижения Альянса дальше на восток. Россия и США пока не договорились по вопросу о нерасширении НАТО. Эта тема вызвала со стороны США серьезные возражения, заявил после консультации в Женеве замглавы МИДа Сергей Рябков. Он не исключил, что баланс интересов между Россией и НАТО может быть найден. 12 января в Брюсселе состоятся переговоры с Альянсом. Также на переговорах в Женеве Рябков заверил американцев, что Россия не планирует вторжение на Украину. В Евросоюзе опасаются, что российские военные задержатся в Казахстане. Опыт говорит, когда русские приходят, им сложно уйти, заявил в эфире BBC глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Ранее похожие опасения высказывал глава ГУЗДЕПа США Энтони Блинкен. Миротворцы страну ДКБ, в том числе и России, прибыли в Казахстан по запросу властей республики. Как заявил Владимир Путин, они останутся там до тех пор, пока это необходимо Казахстану. Продолжение следует...